Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня снова Анна нам подготовила материал. Вот он, видите, таблицы. И мы рассматриваем 24 главу и первые псуки 25 параграфа, которые входят в недельную главу под названием «Балак». Верно? И на этой неделе произошло знаменательное событие. Диаспора догнала Израиль. То есть отставание на одну недельную главу, которая возникла из-за второго дня на Шаббат, теперь уже ликвидировано. И мы идем, что называется, в ногу, как социалистические страны. Так, уважаемые дамы и господа, напоминаю вам наши правила. Зеленым отмечены слова, которые пояснены здесь же в табличке в словаре. Желтым слова, на которые стоит обратить внимание. Теперь, если ваш микрофон включен, когда подходит очередь, это значит, что вы готовы прочитать. Если вы дополнительно к этому готовы еще и перевести, то совсем замечательно. Если микрофон не включается, значит, мы пропускаем вас и идем дальше. Ну, с вашего позволения, я начну. Итак, итак, пасок олев видно, да? И увидел Билам, что хорошо в глазах Всевышнего благословить Израиль, и не пошел, как в прошлые разы, под слово «пам», напротив, навстречу «нахашим». В данном случае «нахаш» – это заклинание гадания. Но это же слово, как мы знаем, означает «и змея». Так, Ваяшет Эль Митбар, и повернулся буквально, да? Обратил лицо к пустыне, лицо свое, да? Обратил к пустыне, лицо свое. Здравствуйте, Шуша, мы рады вас приветствовать. И лично поздравляем вас с присоединением. Здравствуйте. Не только к нам, но и к… Здравствуйте, да, шалом, всем спасибо. А вы знаете, я почему-то не могу, вот я зашла с телефона, а не могу зайти с ноута в Zoom. Что мне попробовать сделать? Вы тапаете по ссылке и не соединяет? Да, то есть вот я по ссылке, которую вы кинули, захожу, и ничего, да, абсолютно, вот что-то написано. Запустить конференцию, я туда тыкаю, ничего. Ну, вряд ли я чем-то могу помочь. А Натан у нас сегодня отсутствует, он на мероприятии. Ну, в принципе, вы можете почитать, просто открыть у себя текст там в приложении, в каком-то моменте. Да, да, вот это я имею в виду. Вы можете открыть через Telegram, можете найти просто текст Торы, чтобы почитать. Вот, единственная просьба, и, наверное, стоит вам выключить камеру, потому что она съедает много трафика. Окей. Попробуйте, попробуйте заново. Вот файл, который мы сейчас демонстрируем, он доступен в Telegram, можете попробовать открыть его тоже через телефон. Да, 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 можно и так. Так, я перевел этот посуд, да, вопросы есть, нет? Тогда прошу Анну посуд Бет. Так, Бет. И поднял Белам свои глаза, и увидел Израиль, ну, расположившись, стоящий по своим коленам, и был на нем, или сошел на него, Дух Всевышнего. Да, так оно и было. Спасибо, спасибо. Теперь Тимофею достался гимель, в котором несколько слов у нас выделено. Просим. Ага, гимель. Так, и поднял Мишало. Мишал, Мишал, это как... Да, да. Пречу его и сказал слово Белама, сына Геора, и слово человека глазами видящего. Штум Айн, да. Получается, как бы, лишенного глаза или... Штум Айн. Смотрите, Анна, вы это слово одноглазый переписали из словаря, да? Да. Понятно. Я просто думаю, что оно стало означать этот человек, имеющий один глаз, благодаря вот этому использованию. Потому что по прямому тексту, да, известно, что он имел один глаз, и это, в общем-то, объясняется, каким образом, да. Один глаз видит хорошее, другой видит плохое, а Беламу было свойственно только нечто одно из этого. Но, тем не менее, по прямому тексту это может быть что-то другое. Но, в любом случае, здесь мы можем понять это так. Да, да, да. Спасибо. Ну, перевод предлагает... Вот переводчик у меня в приложении предлагает прозорливым оком, смотрит человек, речение мужа прозорливого оком. Вот тут есть пояснение, пояснение, слово встречается в языке мишны, то есть с зияющим глазом или что-то в этом роде. С зияющим глазом, кстати. Да, 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 да. Это может означать и то, и другое. Очевидно. Так получается, да? Хорошо, спасибо, спасибо. Так, Далит, поручаем кому? Так, Шуша. Шуша, вперед. Я, наверное, разучилась читать, но потихонечку, ладно? Ничего, ничего. Мы поговорим. Нахалим, Нитав. Нет, Далит, наверное, да? Да, я куда-то перескочила так. Нет. Да, да. Шама, ой, слыхай, я просто тут читаю. Где это? Амрей. Увеличьте, Анан. Да. Так. Имрей. Эль. Ашер. Махазе. Шедей. Шадай. Шадай. Эхазе. Нифэль. Уэ. Гелуй. Эйнаим. Нофэль у Гелуй Эйнаим. Да, да. Гелуй Эйнаим. Так, единственное, что я поняла, что про Гелуй, насколько мне известно, это типа ревелэйшн или раскрытие, откровение, что-то подобное. Да, да. Так, давайте поможете мне. Так, Нахэм. Ну, конечно. Тут текст, конечно, значительный. На Амне. На Амне. Слыша. Не видно, наверное. Там переводится оно, что говорит. То, что Амар, допустим. Говорить. Да, произносить речь. Где ты? На Амне. Да. Говорит и слушает. Да, говорит и показывает. Нет, там немножко другое. Говорит, слышащий речения Всевышнего. Или, в данном случае, Бог, а вот он про себя так говорит, он начал свою такую речь. А то есть он, значит, слушатель речений Всевышнего. Да. То есть наука это имеет в виду. Говорит тот, кто слышит речения Всевышнего. Ага, да, понятно. Имрей, Эля, слово Амар, да? Ашер Махазе, да, Махазе, это предвидетель. Это как Хозе, что-то такое предвидетель. Ну, вот, да, Хозе, да, смотри, предвидетельство. Да. Который предвидет, что, да, их, как сказать, ну, достаточно в этом значении. Не исключено, что это одно из имен Всевышнего. Нет, это имя Всевышнего. То есть он просто говорит, который видит Бога Всевышнего. Видит, да, видит Всевышнего. Да. Который видит Всевышнего так. А потом, что Нофель в Агалуе. Нофель. Нофель, это в настоящее время падает буквально. То есть это он о себе говорит, да. Падает, как сказать, и ясно его глазам. Да, и глаза его раскрыты, да. Проясняются. Падает, но с глазами открытыми, да. А, прозрел. Нет, про него говорят, про этого Белама, что он, поскольку он был пророк, такой пророк, но не обрежен, он не мог, он не мог, как только на него не сходило некое вдохновение, он не мог его выносить и падал. Вот он типа, поскольку говорится, что вот Абрама тоже такой был, пока не обрежен, но он был неправильный, вот так сказать, вектор, и вот потому и падал. Ну, будем, можем и так это объяснить. Так. Да, спасибо, спасибо, Шошу, все замечательно. Так, теперь, гей, мы передаем кому? Так, у нас Юля, но, если никого нет, значит, Юля, да. Юля, так. Так, это известная, добрый вечер, известная фразочка, да, такая? А мы вас попросим две фразочки прочитать, раз она известно. Хорошо. Матву уголега Яаков. Мишка на теха, Исра, 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 Исра. Да. В общем, как хороши твои шатрияков. Да. Мишка на теха, Исра, Исра, Исра. Как нехалим. Нахаль. Потоки водок. А, да, поток. И дальше там будет... Как потоки, вот, они... Я так понимаю, что направленные. Ну, как на которые растекаются, направляются. Да, растекаются или простираются вот так. Да-да-да. Как сады рядом с... Нага тоже речкой. На реках, да. Так, как... Агалим. Агалим, это, по-моему, дерево, да, такое? Алоэ, ну, это алоэ, как переводят, как алоэ. Ну, какое-то благовонное растение, да, какое-то. Да-да-да. Посаженное Всевышним. Да, посаженное Богом. Это тоже дерево. Эрос, это у меня написано. Вот это кедр. Возле воды, возле водой. Да, над водой. Да, верно. Да. Так, чудесно. Спасибо, спасибо. Спасибо, Юлия. Так, у нас есть Лена. Лена берется почитать? Лена не читает. Ну, может быть, кто захочет, но пока не читает. Хорошо, хорошо, да-да-да. Так, тогда снова я, да? Да. Так. Езаль будет лить воду из ведер его. И потомство его в воде многочисленной, да? Да. В Ярам. И возвысится выше Агага, наверное, это что? Это имя, да? Да. Агага-то у нас был такой царь Амалекетян. Ну, видимо, может быть, и все их цари носили. Да-да-да, в общем, в случае про Амана сказано, например, Агаги сказано, да? Так. Ме Агаг – Малко, да, Малко – это Малко. Царство его. Его царь, да? Его царь или его царство? Наверное, его царь. Малко. Ну, он царь, да, его царь, да, царь его, правильно. В Атинасе и возвысит Малху то царство его. Вот так. Смотрите, здесь поэтическая речь. Не всегда нам понятно, что имеется в виду. Комментарии нам помогают, но наша задача сейчас – понять, разобрать каждое слово. Да. Спасибо. Так, теперь, пожалуйста, Анна Хэтт, да. Да. Так, значит, Людмила к нам пришла. Сейчас она тоже будет здесь. Ага, здравствуйте. Вы принимаете, да? Так. Эль Муцио миницраим. Катуафот рээм лоо. Йохаль гу им цараф. Вэ ацмотэйгэм. И гарэм. Гарэм. Вахиттав им хац. Им хац, да. Вот. Ну, Эль в данном случае Всевышний из Египта вывел его. Да. Катуафот. Ну, вот могущество, в данном случае Туафот, могущество его, рээм ло, как у... Тут некое животное, тут пишут, типа, антилопа, ну, как буйвол какой-то. Типа быка или буйвола, да. Единорог, да. Такое вот. Такое могущество его, как у этого быка, некого. Охаль га им. Скушает он народы цараф, которые цар, цар, враги. Враги. А, да, Господи, помню, вражеские народы что-то затупила я. Точно. И ацмотэйгэм кости их, и гарэм. И гарэм это раздробит. Да. Написано, перевод буквально разгрызет. Раздробит кости его, и хитсав им хац. И стрелами своими тоже как-то их там размажит, раздробит, тоже там пронзит, что-то типа, вот, махаться, раздавить, да. В общем, раздавит, король. Совсем, в общем, совсем печально все это. Так, да, да. Вот так мы к ним относимся. Хорошо, дальше. Спасибо, спасибо, Анна. Теперь Тимофей, да? Так, сейчас я переведу дальше, перевожу. Вот это Тимофей, точно. Да. Да. Кара, шахав, кари, ухлави, ми, никимейну, мевархеха, варух, воререха, рух. Так, кара, шахав. Ляжет. Кара не очень. Кара, это, кстати, нет, нет. Нет, нет, прошу прощения. Все правильно, не туда посмотрел, да? Кореа, да, это анахну, кор им, умишта хаварим, умадим. Преклониться, да. На колени. Да, да. На колени ляжет, как лев, и как снова лев. Да, лови, лови тоже лев, и арильев, и лови тоже лев. Кто поднимет его, как льва, и благословляющий себя благословенный, прихоняющий себя проклятый. Проклятый, да, совершенно верно. Но здесь реминисценция, конечно, к тому, что Бог сказал обратно. Так, теперь Людмила. У нас Людмила теперь пришла. Ростов. Ростов. Лаков ЛакОв Ойвай Ой Ойвай Да. Кратиха 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 Пейнэ Бэрхата Барах И рассердился Балак на Бельама и плеснул руками, копав ладоши его. И сказал Балак Бельаму, прокляни врагов моих. Это инфинитив, чтобы проклясть врагов моих. Я позвал тебя и вот благословляешь благословением. Это уже три раза. Уже три раза. Вот так оно и было. Немножко я сейчас увеличу, а то, мне кажется, может быть, кому-то не видно. Ну, приходится, да, близко подносить. Сейчас я еще раз сделаю масштаб побольше. Не помешает, да, верно. Так, теперь у нас… Спасибо. Так, Ишуша, теперь у нас… Ишуша, у нас есть Юлия. Да, да, да. Все, все, слава Богу. Прекрасно. Ишуша, у нас есть Юлия. Мена Аха, Ашем, Мика, вот. Так, это как? А сейчас? Или… Это вечно мне слово… Брах, брах. Исчезни, убегай, да? Леха. Да, убегай себе. Эль, Меко, Меха. Как со своего… Ну, с твоего места. На место твое, да. А, Эль, значит, да, на место твое. На место твое, да. Я сказал… Так, Марки, я сказал… Я сказал Кабед, Ахабед, Ха. Кабед – это что у нас? Уважать? Ну, это уважение, да, почесть, да. А форма у нас дается вторым словом. Ахабед, Ха. Я почту тебя. Наоборот, я-то хотел тебя почистить, выразить тебе почтение. Да, 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 да. Если бы все было нормально, я бы тебе тут оказал всякие почисти. Что тут сказать? Это Кабертатив, что ли, вот это Ахабед, Ха, да? Ахабед, Ха. Это будущее время. Будущее время, но его понимают как… Если бы как будто Кабертатив. Условное, ну, наверное, да, как условное… Воздал бы я тебе почисти. Да, я вот… Да, все было бы хорошо, то я бы тебе почисти воздал. Но тут вот пошло все, пошло все не так. И вот, так, что это… Не допрепятствуешь или нет? Да, ну вот… Препятствуешь. Вот не допустил Всевышний, да, никого. Вот этих почек. Да, то есть не дал, дал он, да, не дал, кстати, почек, да. Воздать хочется. Да, ты сделан против того, против моего там приказа, поэтому, в общем, не вышло. Не получишь ты ничего от меня хорошего. Да, фиг тебе. Понятно, понятно. Да. Это говорит кто? Это говорит Балак Билам, да? Да, Балак Билам, да. Так. Теперь отвечает Билан. Юля, да, теперь Юля, да. Теперь Юля, да. Теперь Юля, да. Билай. Я сказал Билам Балаку, разве не так же вот этим посланникам твоим, который послал ко мне, я сказал Габриян. Да, 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 да. А именно, что сказал? Сказал следующее, да, да, да. Спасибо. Теперь, что именно он сказал? Прочитает, да. Вы, по-моему, уже до вас очередь дошла, все на все. Да, ага, я, хорошо, хорошо. Да. Вы просто, да, объявляйте. Подождите, Ютгимал, да? Да. Да, Ютгимал. Вот, да. Балаку. Даже если даст мне Балак полный дом свой, весь дом свой, наполненный серебром и золотом, не смогу я перейти, то есть нарушить уста Всевышнего. То есть то, что скажет Всевышний, сделать доброе или дурное, хорошее или плохое от сердца моего. То, что будет говорить Всевышний, то я и скажу. Вот так. Вы так артистично прочитали, что я судорожно стала искать, где же облизнулся. Ну, это я добавил от себя, я добавил от себя. Да я тоже, я что-то думала, где здесь про написано. Я добавил, что это бывает. Понятно. Будем отмечать, да. Так, теперь, Анна, пожалуйста, Ютгалит. Так, теперь дальше. Это он дальше продолжает этот самый Балабилам. И теперь вот иду я к своему народу. Ну, возвращаюсь я во своей, короче. Ну, пойдем, я как бы дам тебе совет или посоветую тебе, что сделает народ этот народу твоему в конце времен или в будущем. Вот как-то так. Да. Ну, тут говорится, что не просто так это сказал. Там в следующих главах будет описано, что же конкретно посоветовал Балабилам, как все-таки нагадить евреям. Да, причем, заметьте, это уже он сделан в чистое сердце, бесплатно. В виде бонуса. В виде бонуса или в виде как бы, ну, как бы искупления, некого искупления, что вот тут не вышло, но я все-таки, я такие тебе, я все-таки навредю. Или наврежу. Навредю и наврежу. Да, верно. Так, замечательно. Теперь, теперь очередь. Так, Тимофей. Опять Тетвав. Тимофей как-то. Тетвав. И поднял притчу его и сказал слово Билама сына Беора и слово человека, зияющего глазом. Так мы перевели, по-моему. Вот так, да. Да, хорошая, хорошая, зияющая, хорошо. Да, спасибо, спасибо. Так. Так, Людмила. А, теперь Людмила, да. Да, так, так, так. Это Тетзайн. Тетзайн. Инаем. А, инаем. Да, да, да. Подскажите. Говорит, речет, да. Ну, это примерно, просто вас не было, то же самое фразу. Повторение, да. Вначале, да. Слушай. Нет, говорит, ну, тут он про себя говорит, слышащий слова Божища. Тот, кто слышит слова Божища. Говорение, да, сказанное. И тот, кто знает, ну, как бы знает знание Всевышнего, познает знание Всевышнего. Это как надо к Эльону вот это читать, да? Эльон, да. Да, это Эльон, да, но Всевышний. Да, да, да. Я имею в виду, когда они в молитве там кув, да, прибавляют впереди? Эльон, по-моему, даже читают без... В любом случае, у нас есть право читать, как написано. Когда мы учимся. Ну, да, я на всякий случай. Да. Махазе – это что-то с возвращением, да? Прозревающий. Нет, хозе. Прозревающий, Всевышний. Да. Это повторение того же. Да, видение, видящее видение Всевышнего. То есть видение Всевышнего увидит. Вот так надо сказать, да? Махазе – это то, что видит. То, что видно, это существительное. А ехазе – это будущее время глагола, да? Как бы пророчество такое, да? Да. Нофель – падающий, да? И раскрывающий глаза. Или нофель мы как переведем? Падающий, да. И раскрытые глаза. Ну, глаза его имеются в виду. Вот я немножко смысл не очень поняла. Падающий здесь причем? Смысл тут непростой. Да, падает с открытыми глазами. Можно так это понять. То есть когда падает, у него, наконец, глаза раскрываются. Нет, скорее наоборот. У него не сходит откровение. И он, не выдержав напряга, падает. Но, тем не менее, у него при этом продолжает все видеть. То есть ничего подобного. То есть его бедный слабый мозг, вражеского пророка, все-таки осознает истину. Но уже ему туго это выносить на ногах. Ну, да. Это все к Биллиаму относится? Да, это он про себя. Он сейчас опять скажет, снова с речью выступит. Но вот он так, вступление такое, что вот тот, кто про себя так говорит. Это он оправдывается, почему он не проклял, что ли? Ну, видимо, сказал, да. Это, наверное, тоже. Вопрос, где кончаются слова, собственно, его самого. И начинается слова, накладывает эмоции. Дальше идет опять пророчество. Какие там у него пошли. Дальше пошло пророчество. Да. Так, теперь у нас Шуша, получается. Людмила дочитала. Да? Людмила у нас дочитала. Пророчество, по переводу которого, я не знаю. Ну, ладно. Каркар, как крикер. Так, что у нас такое Ар-Эну? Ар-Эну, это Р-Э. Я увижу, ну, его. Вело Ата. Не сейчас. Но не сейчас. Так, Ар-Эну. Ар-Эну, да. Шаг, существительный, как это сказать. Ну, тут, правда, тут странный перевод. Но, смотри, они переводят. Да, вижу я его, но не близко. Да. Почему-то, я не знаю, тут, кроме шага, я ничего не нашла. Ничего. То есть, это не двух шагах. Да, не знаю, не знаю. Вот это вот ну, это не мы, а это его. То есть, увижу его, или почему тут шаги, не знаю, да? Кому не знаю. Но не близко. Так, Дарах. Дарах – это глагол. Шел дорогой, да? Так, придет, придет, это как выйдет звезда, вышла звезда от Якова. Да. Да. Так, что там поднялась шага. И выйдет посох, да? Посох от Исраиля. Ну, как из Кипитера, можно сказать так, типа, с понтом, типа, с пафосом, типа. Какой-то верховный жезл, короче, сказать. Да, да, да. Ну, как царский жезл, да, то есть, нет в виду, что… Да, это атрибут власти. Но царство, да, то есть, Кипитер, брала и корлола им орехи при помощи двуголового орла. Так. Умахац. Цвета туда. Умахац, махац, махац. Посмотрите, пожалуйста, чуть… Ну, то же самое, раздробить, что-то там, разобьет, раздробить. А, это было, да. Поэтей, поав. Поэтей – это какие-то… Края. Края. А, поэтей. Браница, что ли, края? Браница, да, это в Атихово, да. Браница, Муава, так. А что такое и все сыновей шета? Ну, вот я это слово, я не нашла, каркар, но по смыслу это, типа, тоже разгромить, сокрушить, но я его слово так не нашла. И сокрушит всех сыновей шетовых. Да. Угрожающе, да. Ну, не то, что там жуть вообще. Да. Так, Павел. Теперь Юля, да, Юля, теперь. А, Юля. Да, Юля. Вегая дом, Ереша, Вегая Ереша, Сейф, О, Е, Вава, Весраэль, Осе, Хайль. Хайль. И был дом, ну, как собственностью, или heritage. Да, ну, правда, там другая немножко строчка, но ничего, пускай Юль дочитает, там две строчки. Нормально. Еще одну, да, потом? И будет Ереша, да. Нет, это уже, это уже, это уже, а, вот это вот, Вайерет Мияков, и вот этот вот, вы, по-моему, уже прочитали. Да. И, в общем, опять же, Путина следием Сейф и его враг Израиль сделает силу, ну, как сделает армию какую-то. Нет, у нас следует Сейф, это, а, вот я не выделю, это имя собственно Сейф, это где живет и дом, это его место обитания. Нет, это, у Юли переводят конец второй строки, О, Сахайль. То есть, сделает силу, делает мужество, да, Шива Ерет Мияков. Так, вот это Эйвид, Ават, это, что такое, пропал, Эйвид, это истребит, сделает так, что пропал, что Сарид, это оставшиеся выжили. Подождите, подождите, Ярет, это в данном случае будет властвовать. Ярет. А, Вайер, да, 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 да. Да, они будут властвовать, да. Да, будет властвовать кто-то от Якова. Ну, подъемок, видимо, Якова будет властвовать, и Павид погубит, погубит. Ставшегося, да, Мэ, Ир. Из Ира. Из города. Из города, в данном случае, да. То есть, уничтожит всех так, что не останется никого. Да, вот это вот Ярат используется в начале Торы, когда говорится в создании человека, что будет он Вайярат, он будет властвовать над Сейф. Зверьми, птицами и рыбами. И еще в одном месте. Локерде, это говорится, это как указание, не властвуй над человеком, над рабом с жестокостью. Локерде. Так это вообще в Туэле встречается, ну, раз отнутри, да точно. Я там специально считал, там специально для вас. Верно. Так. Вот, Рада – это властвовать. И отсюда, наверное, Верховная Рада. Я вполне допустим. Ну, допустим. Ну, вообще тогда. Так, хорошо. Теперь у нас, Юля, теперь вы, получается, все. Теперь я. Каф, да? И увидел Амалека и поднял притчу свою. Возвысил, да? И сказал, первый из народов Амалек, но последствия, то есть будущее его, адей, овэд, это он пропадет, исчезнет. Ну, от нас это зависит, да? Перевод нам дает то же самое, да? Да. Ну, конец его погибель, да. Конец его погибель. Да, может, и так, да. Хорошо. Анна, пожалуйста, Кафалев. Так, Ваяр, это Акенни, Акенни, ну, Кенни, это народ в данном случае. Да, Ваиса Мошалова, Йомир, Иитан Мошавеха, Васим, Бесал'а, Кенеха. И увидел он этих самых Кенниев, это тоже какая-то народность. Кенни, Кенни. И сказал притчу, произнес притчу, и сказал, крепко, Мошавеха, жилище твое, и поставил ты на скале гнездо свое, устроил на скале гнездо свое. Ну, то есть, у него-то будущее, у этих самых Кенниев там хорошее какое-то будущее получается. Наверное, да. Я забыла что-то посмотреть, что там дальше. Тут обыгрывается звукучайник. Кен Кенни, да, Кен Кеннис, но. По-моему, и Тро было из этих Кенниев, какие-то такие были комментарии. Да, да, что-то такое, да, что-то такое, помню, почему так хорошо про них говорит, по-моему, да, что-то там, по-моему, да, что-то помню. То есть, протекция, да, все-таки свой, свой человек, хоть и тесте, да? Ну, так. А чьи тесте? Машера Бейну, а не Белама. А, ну, все, тоже, да, тоже, да. Так, хорошо, так, Каф, Каф. Так, Людмила. Кафбет, нет, Кафбет, это я. Господи, по-моему, прошу прощения, чуть-чуть не совсем. Ничего. Ки им и е леваэр, кайн, адма, ашур, тишбеха. Как если... Будет леваэр. Будет уничтожен... Будет уничтожен кайн. А, леваэр, да. Да, докуда ашур тебя пленит. Ишбека, ага. Да, да, там, ну, понимаем, почему кайн, может быть, имеется в виду вот эти самые кенийцы. Их там, да, вроде в будущем возьмут в плен, а сирийцы, но так недалеко их там уведут, недалеко. Куда-то на Ближнем Востоке они где-то там поселятся. Так, так, дальше. До какого места она сгонит тебя, да? Так, хорошо, спасибо. Теперь и чем? Так, теперь Людмила. Людмила, да, ага. Вы, Иса, Мишало, Вайомар. Ой, ми, элье, мисумо, экель. Ага, да, да, да. И сделал... Нет, Иса, поднял носа, да. Причу его и сказал... Ой, да, ой сказал. Ой, таки ой, да. Кто будет притчу его... Нет, мисумо, это вот что-то вы, типа, выживет, получается. По смыслу, типа, кто останется мисумо, кто останется. Ну, что-то типа того. Ну, хотя бы слово тоже что-то я вам не нашла. Михье, кто будет жить, мисумо. Так, мисумо. А, ну да, здесь синжа. Да, какое-то знакомое слово, но, к сожалению, что-то не помню. А там нун пропал, да? Что-то там, видимо, что-то не хватает, потому что словарь вообще ничего не дает. Может быть, какой-то буквы не хватает, видимо. Синжа – это задание. Что-то другое, да. Сейчас, минуточку, я посмотрю перевод, я сравню. 23. Кто в живых останется от содеяния Богом такого? Да. Мисумо. Да. А, это, наверное, ласим. Масим, я тоже думала, ласим, мисумо, от положения, от поклания Бога. От того, что Бог положит, да. Только непонятно, в каком беньяне это, да? Ну, это какой-то инфинитив, там, сложный слой инфинитив. Да, мисумо, от. Так, если там есть как кэ, кэш, 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 кумех, как же есть через иномэ, инфинитив есть на, кроме как на л, еще на кэш. А какой беньян, вы думаете, какой-то страдательный будет положен? Да нет. Ну, потому что вот. Ну, это может быть замена и мисумо, носим, сум. Ну, как, как бы, типа, страдательный зал, как осуй сделан. От того, что положено? Положено, осуй положено. От того, что было положено. Масумо, да, как положено, как осуй сделано. И рауй, или рауй там увиденный какой-то. Да, да, да. Так, ну, хорошо, в общем, мы поняли смысл этой фразы. Так, спасибо, это Людмила, да? Людмила, теперь Шуша. Шуша, Кавдалит. Так, Кавдалит. Вацим, мият, китим, вэйну, шур, вэйну, эвер, вагам, ху, эди, овэд. Адэй, овэд, да. Адэй, овэд. Ага, да, да. Что вацим, это, значит, флотилии какие-то, флотилии, и их точно же сюда, сейчас же так. Китим – это какое-то место, географическое какое-то место Китима. Ага, да, буквально из руки Китима. А, из руки, ну, кого, хетов из рук. Да, да. Хетов, так, в Анну, где-то причинять страдания. Как-то смирят или унизят, или смирят вот этого ашура, ассирийца. Да. У смирят, усмирят ассирийца, скажем так, деликатно, так, что и усмирят, так, эвер. Эвер. В каком смысле, как? Преступление о жаянии. Смирят эвер, но эвер – это имя, как в виду, как потомки эвера. Имя, собственно, эвера, и также он так. Да, и также он, а дэй – это как ад. До, пока не исчезнет. Да, то есть они, но они сами исчезнут. То есть, до полного их истребления. И Китима, они пишут, что чуть ли это даже не римляне, которые притягиваются. Да, есть. Да, но потом сами они тоже как бы исчезнут. Я обращу внимание, что вот этим условом «ЦИН» названа морская компания, морские перевозки израильские. Да, почему? Потому что флотилия, да, во множественном числе. Так, благодарю вас. Юля, Юля, как раз вот в этом главе последний кусочек. И поднялся Белям, пошел и вернулся в свое место. И также Белям пошел по своей дорожке. Да, дорогой к Своею. Совершенно верно. Ну и заканчивается у нас недельный раздел еще девятью, по-моему, да? Фразами из... Да, это из 25 главы 9, по-моему, да, 9 кусочков. Это как раз именно так. Алиф чей? Алиф у нас, получается, ваш. После Юли вы у нас. Ой, понятно. И расположился Израиль в местечке под названием Шитима. Ну, Шитим – это, наверное, Акации, как Шитам. И начал Ваяхаль – это тот же корень слова Гитхиль, Атхала, начало. И начал народ блудить с дочерьми Моаба. Вот это тот самый совет, который дал Белам Балаку, как что надо привезти женщин медианских, мавицких медианских, чтобы они развращали молодых ребят юридических. Под видом они там приходили, сказано, под видом всяких продавщиц, всяких хороших товаров. И, в общем, потом приглашали их без этих нехороших дел. Будьте осторожны с продавщицами. Да. Да, так. И теперь Бет продолжает. Анна, впрочем. Ну, пускай ребят почитают, поскольку тут мало уже осталось, чтобы побольше всем хватило. Так, Тимофей пускай. Давайте я тогда. Так. И приблизился народ к жертвоприношениям богам их. Их, да. В женском роде причем. Тут все в женском роде. Да. Так. И кушал, получается, Ваюхаль? Ваюхаль, а не кушал. Кушал, видимо, жертвы вот эти самые, Евхаизы. Да. И штахаву и распластывались перед божествами их. Да. Да, увы. Да, что было, что было. Медраши сообщают, каким образом происходили эти поклонения. Это, в общем, неприлично. Это нечто малоприличное. В общем, тут не очень будем говорить. Так. Так, теперь. Теперь Людмила у нас, получается. Гимил, да? Да. Да, Гимил, да. Ва Ицамед Исраэль леба Альпы Ор ва Ихар Афашем ба Исраэль. Да. Так. Твои Смады. Смад, Самид. Да. Испаривался Исраэль. Что делать? Леба Альпы Ор. Да. Саба Альпы Ор – это имя божества. Ну, в общем, поклонился как бы, да? Да. И разгнялся Всевышний на Израиль. Да, к сожалению, да. Самид в современном иврите – это не обручь, как называется. Браслет. Браслет. Да. Так. Прямо такое же слово с тем же корнем? Самид, да. Самид – это узкий, тесный. Например, облегающая одежда. Да. Так. Да, пожалуйста, дарит. То, что носить нельзя, да? Чтобы мне хоть знать, буквально. Ну, как вам сказать? Да, нежелательно. Да. Нежелательно носить что? Облегающую одежду. А, Господи, я думал, браслет, что ли, носить не надо. В первую очередь, я думал, что это за бренды такие странные. Нет, до этого мы еще не дошли. Господи, я бы сказал, что такое. Так. Так, да. Да, да. Да, да. Молодежь тут, а мы еще женщины не начали носить. Так. Так, что произошло? Безобразников. Так вот это вот, это вот и есть вот это слово? О, да. О, да. Так, что такое ВШФ, где это у нас из-за Селяй или… Нет, в данном случае он как бы улегся гнев Харона Аф. Ага, успокоился, улегся, улегся, улегся гнев Всевышнего, успокоился гнев Всевышнего. Всевышнего как бы на Израиль, да? От Израиля. От Израиля, не Израиля. Ну, то есть по смыслу то, что Израиль грешил, грешил. Там началась какая-то эпидемия началась, и тут надо было… Гнев после этих гнев повешенных номеров улегся. Да, да. А, ну, теперь проясню. Да, да, вот такие они. Так, в Израиль. Так, цеплеем у нас Юля. Юля, теперь. Ва юмар маше, эль шуфта Израиль, киргу, ища нашав, а нашав, га ницма дым, левальпёр. Я сказал маше, судям Израиля, убейте каждого, получается, то есть человека, людей… Нет, пусть каждый вот из вас вот этих вот судей убьёт, ну, тут имеется в виду хотя бы по два человека, а нашав, как вот Рашев говорит, самое минимальное множественное число – это два, потому что а нашав, то есть каждый судья, пускай хотя бы по двоих нарушителей казнится, вот так. Да, 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 вот так, спасибо. А сейчас будет самое интересное. О, так, кому мы поручим «эй»? Ну, кому? Вам, конечно, всё, ужин у нас кончилось. Ну, если вы не хотите, чтобы я кому-то это передал, то… Ну, хотите, передайте, хотите, не передавайте, пожалуйста, ваше дело ваше. Кто сейчас, вам? Да, вам, вот. Ну, давайте, прочитаю. Вейней Ишми бне Исраэль ба, ва якрев эль ехав, эт амидьянит, леэйней муше, ул эйней коль адад бне Исраэль, ве гэма бохим, петах огель моэд. И вот человек из сынов Израиля пришёл и приблизился к братьям его, и, и, пардон, и приблизил к братьям его мидьянитянку на глазах Моисея и на глазах всей общины сынов Израиля, а они плачут у входа в шатёр собраний. Так, так, прошу вас, Зайн, чей? Так, у нас Тимофей теперь. Тимофей, да. Зайн. И увидел Пенхас, сын Элазара, сына Аарона Коэна, и встал из общины, поднялся из общины, и взял ромах меч. Копьё, нет, это копьё. А, копьё. Да, копьё. Да, копьё в руку его. Так. Хэт, прошу вас, спасибо. Хэт, хэт, пьё. Так, хэт у нас получается, людьми, получается так, что людьми. Ва яво ахар Ирш Исраэль эль Акуба, ва Идкор. А Идкор. Эт шнэгэм, эт иш Исраэль, вэ эт хэйша эль кавата, ва дэа цар, а магэфа мэ аль бне Исраэль. И пошёл за израильтянином, вот это Куба, хижину в палатку, да, хижину. В палатку, да, в какую-то там шаршотёр там где-нибудь. Кольков, да, но в любом случае. Место уединения, да. И вот этим копьём, видимо, колол. Эт хэр тут проткнуть, вот тут написано проткнуть, проколол. Наколол их. Обоих, израильтянина и женщину. Кавата. А в кавейха тут у меня как получилось, как есть слово, желудок внутренности. Да, да, да. Проколол их прям вот насквозь. Это цар остановил, да? Да. И остановилась, это цар магэфа, остановилась эпидемия. А вас не видно, что там за магэфа, это сапоги магэфа? А, правильно, эпидемия. Эпидемия, да. Мэаль, мор. Мэаль. Да, бне Исра. Да, от сынов Исраэля. Ага, так мэаль, это как бы от. Это от на буквально. То есть она была на сынах, а он ее снял с них. Буквально так. Магэфа, да, совершенно верно. И последняя фраза у нас осталась для... Да, у нас для Шуши получается. Шуша, да, пожалуйста. А у нас еще кто-то, какой-то номер телефона, это новый человек, он не будет читать? Нет, нет, мы договорились, что кто хочет, тот только слушай, да. Так, как Вэйхю, Мэти, Бамагэфа, Арпаа, Бээсрим. Как это, и сколько умерло от Мора, да? И было, да. И было, что умерло от эпидемии, ой, с числителями. Это сколько, на самом деле, 24 тысячи? 4 и 20, да. 24 тысячи, да. Ой, кошмар какой. Вот такая история. Этим заканчивается глава Балак. А следующая глава Пенхас, она, собственно, продолжает рассказ об этом, да. Кто остановил эпидемию Пенхас и как он это сделал? Практически убийством, да. Но как мы должны относиться к этому, так покажет нам Всевышний началом следующей главы. Да, большое спасибо всем участникам. Да, сделали вывод из прочитанного и будем осторожны с продавщицами. Рафаэль, уступайте. У меня вопрос. Быстренько, грамматический. Смотрите. Да. Есть такое, вот мы тут читали, что ряки, это вот когда вешают людей. А почему мне говорят, что повешенные, это какой-то талун? У меня что, кто-то динамит? Я просто вот хочу понять, какая связь. Нет, почему? Напрямую талуи, литло, да, литло, талуи, слово талуи отсюда. А еще и слово зависеть, талуи, бе, то есть зависимость, а куда связан, быть зависимым или связанным с чем-то. То есть можно говорить и талуи, да? Талуи, конечно. Талуи, беом дим, да, в молитвах, хорошая шона. А теперь какое слово? Лео, хука. Если вам приспичит кого-то повесить, то вот да. Нет, мне это не приспичит, но мне иногда правда надо как бы по истории просто прижимать, сказать, и я не знаю как. Как бы вот как образуется эта форма. А еще раз такое слово здесь использовано? Ну как вот хука или талуи, в смысле кого-то вешать. Да, повешенные, например, из карта, повешенные. Нет, ну, кому смешно, а я там как бы в тупике. Прошу, а может быть, что талуи это по отношению к предметам, там, в ведро висит? То есть человек не может быть талуи, если у вас он как бы... Нет, 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 именно человек, да. Талуи, беом дим, это имеется в виду именно человек. То есть может повернуться так, а может и сяк. И Медраж говорит, это человек, который стоит на табуретке, петля уже на его шее, но пока он еще стоит. Возможно, два из года. Или он будет осужден на казнь, табуретка выбита. Или, наоборот, он будет помилован. И петля снялась. Ну, хорошо, спасибо, понятно. То есть такое, так и так есть, как бы, речевые формы. Спасибо. Да. Вот я тоже слышала, вешать именно талуи, чтобы помыслить, с чем было. У нас там было, вот, будет или был в главе, что вот, когда человек казнят, его надо потом еще и вывесить. Да, да. Мы сегодня, начинается 14 число месяца Томуза, а 17 числа, в четверг, будет пост Швасарбе Томуз. Но мы с вами, я надеюсь, встречаемся нормальным образом. Значит, это будет уже 20 число. 20 Томуза, 9 июля, следующее воскресенье, в это же время, на том же месте, в тот же час. Еще раз всем спасибо, всего наилучшего. Отдельное спасибо Альке за подготовку материала. Я рада, рада были видеть всех, всех ребят, всех наших учетников. Живыми и здоровыми. А Шушу, 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 отдельное поздравление. Спасибо большое. Ну, вот я сейчас втянусь и нормально дальше начну читать. У вас нормально получается, да. Ну, это вы сам забивались, но. Ну, да. Хорошо. Спасибо всем. Господи, нормально все читали. Всем я, Шушу, до встречи. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.